Заместители мэра Анапы отчитались о санитарном состоянии в внешнем виде улиц. Закрепленные за ответственными территории не везде имеют благоустроенный вид. Под критику попали десятки объектов. Фитнес-клуб на углу улиц Астраханской и Толстого. Остановка по улице Астраханской в районе университета имени Шолохова. Безобразно обклеена объявлениями. На улице Новороссийской мусор. Заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина доложила на планерке. Мусороуборочные компании забирают пакеты с мусором только после звонка. Хотя обязаны до начала светового дня. На улице Тургенева к уборке мусора подходят избирательно через дом. Несанкционированная торговля из тротуаров и земли. Еще одна проблема в городе. Такие нарушения на углу улиц Новороссийская, Краснодарская и на улице Краснозеленых в районе Центрального рынка. Там организуют постоянный наряд полиции и сотрудников управления торговли. На улице Астраханской напротив Цветочного рынка прямо в центре города организовано кафе. Работают без документов и не стесняясь предлагают спиртные напитки. Здесь мы будем проводить как минимум проверку, выяснить, имеется ли здесь лицензия. По всем признакам, которые сейчас есть у нас, да, согласно сообществу первого федерального закона о регулировании рынка алкогольной продукции на территории Российской Федерации. Здесь менее 50 метров, где должно быть 50 метров в городской черке для торговли алкогольной продукцией, да, за исключением пива. Вот, и как минимум должны быть, не знаю, уголок потребителя должен быть, это официальные требования. Не выдержали проверки и критики улицы Сампурово и советское. О нарушениях доложил заместитель мэра Анапы Сергей Козлов. Мы сегодня говорим о порядке в городе, да, очень много говорим, люди оценят, делаем или нет, много, рано еще об этом говорить, самим себе оценку давать. Но, кто у нас отвечает за порядок вот здесь, вот, вокруг администрации, внутри, кто? Внутри администрация, муниципальное учреждение, подписывающие деятельности администрации. Мэр Анапы Сергей Сергеев потребовал от руководителей контролировать порядок на улицах города и выезжать на проверки каждый день. А начать конкретную работу предложил каждому с себя. За вот эти бордюры, вот, посмотрите на фотографию, вот здесь справа и слева есть дорожки, да, и там есть бордюры. Выйдите после планировки, посмотрите, там не подметалось недели две у бордюров, не убиралось. Мы хотим навести порядок в городе, но не можем навести порядок у себя, возле себя. Друзья, вот в чем вопрос. Пока мы не наведем здесь порядок, опять у меня состояние, я вам еще раз говорю, я это проходил. У нас нет цветов на клубе с лицевой стороны сегодня. Хотя, могут сказать, опять, мороз и так далее, и так далее, но их нет уже два месяца, дорогие друзья. Два месяца их нет. Как я могу требовать собственника магазина, чтобы он поставил урну и в нее положил пакет, мусор, чтобы собрать? Как я могу требовать, если он придет и скажет, а ты посмотри, что возле тебя делается, а ты мне показываешь? За каждым из вас, уважаемые заместители, закреплены сельские округи. Я попрошу вот эту, о вот этой работе, прям с сегодняшнего дня, после кланерки, пригласить к себе и донести до них то, что вы делаете. Чтобы они были вашими помощниками. Значит, я вам обещаю торжественно, что с сегодняшнего дня я начну принимать кадровые решения за неруполнение моих указаний по доведению моряков в общем. Кадровые изменения в составе и руководстве городских управлений. На должность начальника управления торговли и потребительского рынка назначена Ида Пахатенко. Профессионал с солидным опытом работы в управлении в качестве главного специалиста. Специалисты миграционной службы в ходе проверки гипермаркета зафиксировали несколько нарушений. Два гражданина Узбекистана работали на вывозе тележек. Гражданка Татарстана убирала торговый зал. На юридическое лицо составлен акт о нарушении, выписан штраф. Также установлены два резиновых адреса. По этим фактам составлены 16 административных материалов. 19 сирот через две недели получат ключи от квартир, положенных им по закону. Документы оформят в течение недели. Об этом доложила первая вице-мэра НАП и Светлана Яровая. К концу года планируют дать жилье еще 10 сиротам, чтобы все 29 человек, стоящих на учете, заселились в собственное жилье. Город готовится к Новому году. И в соответствии с графиками дежурств на каждом предприятии должны быть ответственные в праздничные дни. Все предприятия без исключения должны быть украшены. Как украсить свои предприятия к празднику, можно посмотреть на прилегающей территории городского водоканала. Наталья Пухальская, Артем Зиборов, Анапа. Регион.